Здравствуйте! В студии Дима Рубин. О самых главных и интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете прямо сейчас. В этом выпуске. Кинофорум «Золотой Витязь» прошел в Севастополе. Театр «Модерн» открыл новый сезон спектаклем о войне. Скульптура «Литературный кактус» украсила московскую библиотеку. А теперь более подробно об этих и других новостях. Мировой смотр позитивного кино прошел в Севастополе. Уже в 29-й раз форум «Золотой Витязь» приглашает к участию молодых режиссеров и сценаристов. В этом году жюри оценивали более 200 работ из разных стран мира. Международный кинофорум «Золотой Витязь» уже почти 30 лет объединяет заслуженных кинематографистов из России и зарубежья. Вместе они создают духовно-нравственное кино, которое соответствует главному девизу форума – за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Такого внимания, такой любви, таких глаз, такого сердца нас ждали в Севастополе. Мы это понимали. И поэтому мы готовились. Несмотря ни на что. Среди постоянных гостей и попечителей «Золотого Витязя» выступают патриарх московский «Всея Руси» Кирилл, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, а также народные артисты России Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян и многие другие. В этом году члены жюри отобрали 193 конкурсные работы более чем из 20 стран мира. Свои фильмы представили режиссеры из Белоруссии, Армении, Японии, Германии и других государств. По правилам кинофорума это могут быть художественные, документальные, студенческие, детские или анимационные работы. Все они предстали на торжественном показе в Севастополе. Это замечательное место, где на самом деле собираются единомышленники и такая, в общем, объединенная общей идеей и общей такой направленностью. Социально-культурная среда, которая образуется. Хороший противовес каким-то направлениям, в общем-то, таким, на самом деле, по сути своей, разрушающим. Гости форума смогли посетить торжественные церемонии, галоконцерт с участием знаменитых актеров, а также творческие встречи и вечера. Особое внимание куратора «Золотого витязя» в этом году уделили 75-летию победы в Великой Отечественной войне и юбилею советского и российского кинорежиссера Сергея Бондарчука. «Любовь на войне» – так звучит главная тема спектакля «Человек с глазами Моцарта». Эта осенняя премьера театра «Модерн» напоминает зрителям о простой истине. Спасти мир могут только настоящие вера и надежда, и чистая любовь. Новая постановка Юрия Грымова показывает историю простых людей, в судьбы которых неожиданно ворвалась война. Герои пьесы переживают настоящие муки выбора, а страшная формулировка «без вести пропавший» – как приговор, с которым, кажется, невозможно вернуться к прежней жизни. Идея пьесы принадлежит современному драматургу Марине Сулчане. Как вспоминает сама писательница, военная тематика ее всегда интересовала. Еще в студенческие годы Марине пришла идея взглянуть на историю Великой Отечественной войны глазами обычного человека – женщины, любящей матери и жены. Так родилась эта пьеса о силе безграничной любви и веры. В новом спектакле театра «Модерн» играют заслуженные артистки РСФСР Анна Каменкова, Надежда Меньшова, Юрий Анпилогов и другие артисты. Следующие показы «Человек с глазами Моцарта» состоятся 3 и 28 октября. Необычный памятник теперь украшает главную деловую библиотеку в Москве. Российский скульптор и художник Григорий Потоцкий передал в дар образовательному учреждению «Литературный кактус» – фигуру, которая представляет портреты известных русских и советских писателей. Торжественная церемония открытия скульптуры «Литературный кактус» прошла в Москве 6 сентября. Григорий Потоцкий, общественный деятель и художник, подарил оригинальную композицию библиотеке в честь празднования Дня города. Необычный постамент украшают портреты 17 российских писателей и поэтов. Как отмечает сам художник, инсталляция символизирует особое значение литературы в нашей жизни. Для гостей мероприятия подготовили особую программу. На музыкальном концерте выступили ведущий солист Московского театра «Опереты» Леонид Бахталин, композитор Сергей Иванидзе, а также артистка театра «Ленком» Елена Есенина. В «Волшебном мире кино» побывали дети из русского центра города Старозагоры. Они узнали больше об истории российского кинематографа, вспомнили любимых героев мультфильмов и даже познакомились с кинопрофессиями. Необычный праздник в честь Дня российского кино организовали сотрудники русского центра в Болгарии. С помощью акции преподаватели попробовали пробудить любовь и интерес у детей к отечественным фильмам. Молодые слушатели поддержали эту идею и по-настоящему погрузились в творческий процесс, смотрели фотографии знаменитых актеров, слушали рассказы об истории кино и узнали о том, как устроен сам съемочный процесс. Самой веселой и интересной частью мероприятия для ребят стал показ советских мультфильмов. Под песни «Буратино», «Крокодила Гена» и других любимых героев мальчишки и девчонки с удовольствием провели музыкально-ритмическую гимнастику. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Историю о девушке-мастерице гончарного искусства нам прислала Анастасия Кудашова из города Черемхова. Давайте посмотрим или репортаж. Легенды гласят, что гончар издревле был под покровительством высших сил. Его волшебное действие заключалось в использовании всех элементов природы и брал в руки мастер глину, смачивал ее водой. С помощью гончарного круга и таланта своего он лепил сосуд, затем сушил его на воздухе и придавал силу немеренную в огне. Все эти действия не понаслышке знакомой жительнице нашего города Ольге Бородиной. Работе с глиной она посвятила 17 лет, а любовь к этому материалу ей привели в Иркутском политехе. Мы, конечно, изучали там очень много видов искусства, но почему-то керамика, именно работа с глиной, мне нравилась больше всего. После окончания института я приехала в наш родной город, устроилась практически сразу в свою родную художественную школу номер один. Почему родную? Потому что я тоже когда-то была выпускницей этой школы. Поэтому я с удовольствием пришла сюда работать. И устроилась с преподавателем по лепке. Вот, а тут, отсюда-то все и началось. С тех пор прошло 10 лет. Сейчас Ольга учит детей пластилиновой живописи, мозаики, керамики. За время работы Ольга и ее ученики не только стали победителями международных и всероссийских конкурсов, но и создали свою собственную коллекцию керамических игрушек, конечно же, посвященных любимому городу. Думаю, у всех есть игрушки. Есть и филимоновская игрушка, и дымковская игрушка, а у черемховской нет. И вот сейчас мы вот с ребятишками тоже, видите, придумываем. Ну, чтобы какой-то характер был именно нашего города. Может быть где-то герб, может быть где-то какой-то уголек. Изготовление такой поделки – очень кропотливый труд. Одно изделие можно создавать два месяца. Но, по словам Ольги, при взаимодействии с глиной время как будто останавливается. Особенно это проявляется при работе за гончарным кругом. В классе Ольги таких три. Они появились в этом году, но уже успели полюбиться как ученикам, так и самим преподавателям. Работа с глиной, и тем более на гончарных кругах, очень завораживает. Когда какие-то, может быть, проблемы или какие-то мысли, да, ненужные в голове, когда ты начинаешь гончарить, ты просто отвлекаешься и попадаешь просто в какое-то измерение. Я не знаю, очень мне нравится. Я отдыхаю и просто молодею душой. И в самом деле гончарство порой сравнивают с прогулкой по лесу или отдыхом на берегу моря. Для взрослого человека даже существуют методики глинотерапии, которые помогают устранить фобии, негативные эмоции и обрести личностную гармонию. Для малышей же работа с глиной – это в первую очередь развитие мелкой моторики и фантазии. Вот как раз такие маленькие девочки приходили у нас на мастер-класс, да. То есть такие маленькие чашечки, ну, я считаю, что у них есть душа. Ольга говорит, что для нее самое главное в работе – передать все свои умения ученикам и привить им любовь к ремеслу. Но для этого и самой приходится постоянно развиваться и осваивать порой не самые простые навыки. Она уже добилась высокого мастерства в керамическом искусстве, пластилиновой живописи и теперь развивается в гончарном ремесле. У этого начинающего мастера все обязательно получится. О самых интересных событиях о жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в котором, кстати, продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskimir.ru Делайте новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин